Всем привет! У меня, девочки, случилось такое вот ужасное горе. Думаю, все девочки меня поймут, особенно визажисты. Это 22-я палетка Майкап от Ильи, и вот что с ней случилось. Просто потерь-потерь. У меня она упала, и рассыпались два рефила. Это просто ужасно, перевозить ее теперь вообще ни в каком виде невозможно. Поэтому я решила попытаться восстановить их, заодно и снять это видео, чтобы показать вам, как можно восстановить разбившиеся тени, румяна, либо какие-то другие продукты, которые были прессованными до того, как развалились. Ну, для начала нужно вытряхнуть из этих теней вот эти, а из этих вот эти. Вот я все это дело вытряхнула, но в таком состоянии оставлять тени я не могу, потому что уже пыталась это сделать, они продолжают крошиться, и ничего хорошего из этого не выходит. Что понадобится для того, чтобы восстановить эти два рефила? Во-первых, это зубочистка или зубочистки для того, чтобы, во-первых, раскрошить эти рефила до конца. И понадобится шприц и спирт для того, чтобы тени спрессовать. Итак, первая часть барлезонского балета. Конечно, это не про меня, но все-таки нужно пытаться крошить их очень аккуратно. У меня вечно все через одно место, вечно все вываливается, разваливается, летит во все стороны, но я все же попытаюсь. Крошатся они именно вот отельешные очень легко вообще и непринужденно. Да, бить тени намного проще, чем восстанавливать. Надъедает это тыканье. Прям накрошила, и как будто прям целый рефил получился, хотя пол рефила разбилось. Вообще, смотрите-ка. Я думаю, что достаточно. Теперь я наберу в шприц спирт. Удобнее всего со шприца иголку не снимать, потому что спирт нужно добавлять очень маленькими порциями. Теперь очень малюсенькими дозами, порциями, капельками добавляю спирт по всей поверхности рефила и перемешиваю тень. Такая каша. Для чего это делается? Чтобы тени все полностью равномерно были в рефиле. Ну вот, что он выскакивает? Теперь берем салфеточку, либо обычную бумажную, либо вот как я такую тканевую, мою любимую. Я ей делаю вообще все, что только можно. Берем салфеточку и прижимаем, то есть прессуем тени. Вот, что у меня получилось. В любом случае, это лучше того, что было. Вот. То же самое делаю с вот этим вот рефилом. Ну вот и все. Тени снова на месте. Осталось подождать пару-тройку часов, чтобы выветрился спирт, и можно будет ими пользоваться. Вот как замечательно тени засирают скатерочки. И ногти, и вообще все. Обновил скатер. Аккуратно. Не надо повторять моих ошибок. Делать на новой красивой скатерти эту процедуру. А также не надо делать эту процедуру, если вы только что сделали маникюр. Потому что может быть то же самое, что у меня. То ли от спирта, то ли от чего. Вот это вот все въелось в ногти. А маникюр я сделала только перед этим видео. А сейчас покажу вам еще один лайфхак. На этот раз с тушью. Все девушки знакомы с такой ситуацией, когда тушь подсохла, либо в ней появились комочки. А возможности в данный момент купить новую нет. Я знаю несколько способов, как реанимировать тушь. И всем нравятся разные, все пользуются разными. И сейчас я вам покажу мой любимый. Этой тушью я пользовалась всего несколько раз. Она у меня прижала пару-тройку месяцев. И подсыхать она не стала, но в ней стали образовываться комочки. Причем вот сейчас их не видно. А видно их, когда наносишь тушь на ресницы. То есть такие комочки наносишь на ресницы. Способ заключается в следующем. В тушь нужно добавить пару-тройку капель для глаз. Любых. Я возьму обычный визин. И пусть тушь немного полежит. Пару-тройку часочков. Либо вечером можно это сделать, а утром красить ресницы. Надеюсь, мои лайфхаки вам пригодятся. Также надеюсь, что вы учтете мои ошибки. Вот это вот. И не будете их повторять. Желаю всем качественной косметики, везения, удачи и отличного настроения. Пока-пока. Мой собственный лайфхак по подкручиванию ресниц. Нанесите тушь на ресницы. Дайте ей подсохнуть. И затем пальцем или обратной стороной любой кисти подкрутите ресницы и уложите так, как вам нужно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok